приветствую вас друзья вы на канале про питер сегодня мы вам покажем еще одну интересную квартиру которая находится в центре прошлая квартира которую мы снимали она находилась рядом со станции метро чернышевский и я видел комментарий юрий так тоже сказал что этот центр так вот теперь будет действительно самый-самый центр центре просто некуда и после того как вы посмотрите выпуск напишите пожалуйста где вам кажется лучше жить там где было до этого рядом со станции метро чернышевский творческим садом или здесь на самом невском есть некоторые любители жить вот буквально таки на невском точный адрес объекта невские 108 b это двухэтажный дом построен в 1823 году александр первый находится в путешествии по европе александр пушкин начал свою поэму евгения онегин и на невском проспекте построили этот дом пойдемте поближе посмотрим что это из себя представляет и поговорим о квартире о планировке тех особенностях которые старом фонде прошу вас итак вот этот дом пойдемте внутрь и посмотрим что же там есть интересного этот трехэтажный дом 19 века принадлежал семье купца гусева 1862 году он был достроен на один этаж и расширен за счет клигелей во дворе 1900-901 годах здесь жил русский писатель станюкович известны своими морскими рассказами 1906 году здесь находилась явочная квартира рсд рп где неоднократно бывал ленин ныне здание охраняется государством как исторический памятник итак пойдемте посмотрим квартиру итак одна из особенностей старого фонда состоит в том что здесь бывают очень часто довольно странные планировки и например мы зашли сейчас в квартиру и куда же мы попадаем мы попадаем в коридор тире кухню как это так вот объясняю вот эта зона где мы сейчас находимся это коридор коридор что удивительно с окном здесь у нас вход в одну из комнат и если мы пойдем налево то мы попадаем в кухонную зону вот смотрите здесь стоит столешница и планировку мы вам прикрепим по вашим многочисленным просьбам для того чтобы было более понятно как это вообще все с организовано и здесь была газовая плита ну по тем или иным причинам решили ее убрать потому что в принципе квартира использовалась часто для сдачи в аренду в том числе и посуточно потому что но сами понимаете да невский проспект центр города центре откровенно некуда и это предполагает логично что люди будут использовать ее таким образом из кухни мы попадаем в коридор направо у нас санузел один из санузлов вообще в квартире два санузла один из санузлов у нас налево направо у нас коридор так как квартире была сделана перепланировка изначально одна из комнат она была проходная для того чтобы все комнаты можно было заизолировать сделали таким образом что вот коридор который был здесь всегда его немножечко продлили и сделали комнаты изолированной для того чтобы не терять одну из комнат в качестве изолированных то есть получается здесь у нас всего трехкомнатная квартира вот одна из комнат это спальня у нас один из квадратных метров с окном вид из окна мы вам показывать не будем потому что он практически стену смотреть там особо нечего есть соседняя комната плюс в чем в том что раньше эта комната была проходная то есть здесь был выход в соседнюю комнату сейчас эти обе комнаты не изолированы то есть вот комната номер один вот комната номер два которая побольше которую с двумя окнами которые выходят у нас получается во двор в принципе здесь более или менее также у нас еще есть одна комната со своим отдельным санузлом пойдемте мы ее посмотрим самое интересное из комнат в этой квартире я объясню в чем ее интересность изначально она была больше она была 17 8 но сюда поставили второй санузел как я уже и говорил да то что расположение квартиры предполагает все-таки скорее всего ее некоторые коммерческое использование потому что жить в таком месте да конечно было бы очень приятно но наверное только для людей которые периодически посещают столицу и им было бы приятно иметь такую недвижимость в собственности так конечно и очень логично сдавать итак друзья в заключении этого ролика я хотел бы поговорить о том какие вопросы у вас могут возникнуть и сразу на них ответить итак смотрите что интересно в парадной всего три квартиры всего три квартиры и как типичная питерская фигня когда номера но не по порядку это раз во вторых хотел отметить вот типично свои ощущения потому что тоже вы говорите что юра меньше воды вот сначала была информация сейчас будет вода некоторое количество воды кому интересно оставайтесь кому не интересно можете переключаться на следующий ролик так вот что интересно здесь буквально не знаю в 100 метрах шумит невский проспект а здесь тихо и спокойно это на мой взгляд довольно интересное ощущение что ты живешь сама в самом центре но при этом вот такой у тебя тихий спокойный твор который вы можете видеть за моей спиной по поводу самого дома дом довольно старый понятно да но капремонт у него был 1967 году и здесь перекрытие получается металл и железобетон то есть делали его действительно очень и очень достойно а я вам расскажу такую историю что когда только переехал в петербург работал в компании и офис у них находился тоже несколько проспектов и там были деревянные перекрытия так была такая история что несмотря на то что дом был во дворе если по нескому проезжал троллейбус у нас тряслись полы и вот я думаю что мы вам снимем еще совместный ролик совместными строителями которые по расскажут покажут про старый фонд и мы этот вопрос еще затронем да но все-таки в этой квартире при желании сделать какой индивидуальный ремонт можно и он не будет рассыпаться хотя в принципе для той скажем функции которая предназначена эта квартира то что сейчас есть это уже достаточно что спасибо вам друзья подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам интересно и если неинтересно пишите о чем вы хотели бы поговорить мы постараемся осветить эти темы до свидания дьяволик дьяволик Субтитры сделал DimaTorzok